Привет, китаец, я Романович, и сегодня у нас финалочка ревизора по китайским интернет-магазинам и площадкам. В прошлый раз мы разобрали такие магазины. JD, мы разобрали Куликул, Тайни Дил и Том Топ. Сегодня у нас финалочки будут три гиганта, но понятно, это классика, самое главное, Алиэкспресс. Второе, гигант по электронике, который в недавнее время стал, это Гербест. Ну и третье, такой сбоку припеку, Banggood. Перед тем, как мы начнем, я хочу вам напомнить, что у нас на канале идет конкурс, где вы можете выиграть ноутбук совершенно бесплатно, просто выполнив несколько простых условий. Никаких денег вкладывать, ничего не надо, просто выполняйте условия и забирайте свой ноутбук. Конкурс будет длиться до 20 ноября, ссылку на видео оставлю в описании, зайдите, посмотрите условия и принимайте участие. Все, красавцы, начинаем! Перед тем, как начать сливать все свои накопленные бабки, на распродаже 11.11 зарегистрируйся в кэшбок-сервисе Letyshops, который поможет вернуть часть затраченных денег назад к себе в кошелек. А также на период этой распродажи вас ждет повышенный кэшбэк и розыгрыш подарков на 1 миллион рублей. Зарегистрируйся по ссылке в описании и получи премиум аккаунт. Чтобы вам не писать глупых комментариев, давайте сразу отвечу на главный вопрос. Есть ли халява 11.11 на блюдечке с голубой каемочкой? Ни-ху! Я начнем с GearBest, который себя позиционирует в магазин электроники. То есть топовый магазин электроники. Раньше о GearBest никто не знал, но сейчас не знает, пожалуй, ленивый. Пацаны вложились в рекламу, пацаны заслужили тоже своей работы, не буду спорить. И в итоге они проводят 11.11 тоже распродажу. На что я рекомендую обратить мужикам внимание на этой распродаже, так это вот на шматье. Реально, ну носки можно купить за 1 бакс, да? И просто чисто порадоваться, вскрыть посылку, посмотреть. При том, что здесь одни и другие носки и трусы тоже можно купить за 1 бакс. Все! На этом халява на GearBest просто окончательно закончилась. Хотите, покажу почему? А вот, например, Yotafon 2. Буквально предыдущее видео, которое вы смотрели по распродажам, мы видели, что Yotafon стоил на том топе 132 бакса. На тайне диле 136 баксов. Здесь Yotafon 2 стоит 142 бакса. Просто вот такое положение нам все мы показали. Дальше популярная вот эта вот штука, которую все вот так вот очень любят. Хотя, мне кажется, половина больше не понимает, зачем это. Но, с другой стороны, она недорогая. Поэтому те, кто очень любит, пускай пользуются Xiaomi Mi Band 2. 28 баксов. Я бы сказал даже 29 баксов. На секундочку, мы просто перейдем на JD. И я вам покажу, что какая разница. На Алиэкспрессе тоже, кстати, цена более-менее 29 баксов. Это такой бред. Смотрите. Но это еще не все. Сейчас мы дальше их будем обувать и разувать этот Gearbest. Ну, дальше, да, можно, кто очень фанатеет от Xiaomi, можно взять этот рюкзачок. Флешка на 64 гигабайта. В принципе, при условии, что это самсунговская, у них очень быстрая память. Она 10 класса. В принципе, тоже как-никак адекватная цена. Но здесь у нас затесался очень странным образом Xiaomi Mi 5. Xiaomi Mi 5 затесался. Ну, давайте, пацаны, давайте. Сейчас я вам покажу, как он затесается. Смотрим. Xiaomi Mi 5 можно найти на Алиэкспрессе. За 285 баксов это будет стандартная комплектация. За 315 можно будет уже взять топчик. Дальше смотрим. Еще есть один Xiaomi Mi 5, который будет продаваться на Алиэкспрессе. Если они не накалывают, будет продаваться за 259 баксов. И здесь опять нам говорят Gearbest. Ну, смотрите, пацаны. 304 бакса, да берите, да еще купон можете ввести. Ух, будет жара. Ну, я что-то сомневаюсь, что этот купон будет 50 баксов врезать. Что-то я дико сомневаюсь. Мы видим девайс, пар, вейп за 38 баксов. Да, это RX200. Еще его называют RX2 на 3. Это хорошая парилка. Я бы, наверное, за 38 баксов ее взял. Потому что, в принципе, 38 баксов это выгодная цена. Так она стоила. Я смотрел, ну, где-то, наверное, порядка 50 баксов. За 38 баксов, в принципе, ее здесь можно взять. Xiaomi Redmi Note 3 Pro версия. Давайте посмотрим, сколько же он стоит на JD. Давайте попробуем JD посмотреть. Xiaomi Note 3 Pro стоит 159 баксов. 159 баксов у меня выбрана топовая версия. На GearBest, как вы видите, 169 баксов. Ну и последнее, чего мы коснемся, так это, я думаю, будет, наверное, правильнее взять ноутбук. Потому что смартфоны, смартфоны, надо какие-то другие гаджеты пробовать. Xiaomi Air 12 это ноутбук сяомишный. 12,5 у него дюймов. Здесь он стоит 620 долларов. Запомнили эту цену. 620 долларов. На Алиэкспрессе, во-первых, его крайне тяжело найти. Здесь он стоит 1000 долларов. На распродаже, специально видно, цену подняли. На распродаже он будет 710 долларов стоит. Но в любом случае на GearBest дешевле и чтобы вам еще легче жилось, то 50 тысяч рублей можно его купить в России в официальном магазине Xiaomi. Если переводить вот эти вот доллары, то получается 40 тысяч он стоит будет на GearBest на этой распродаже. Адекватная цена, здесь вопросов нет. Теперь давайте я вам расскажу, что же мы будем делать с Алиэкспресс. Очень тяжелая тема Алиэкспресс. Его конкретно захейтили. Я хер его знает, почему вы решили его захейтить. А почему так все плохо, я не знаю. Просто тупо навалились на Алиэкспресс. Да, есть очень много каких-то фейковых, фейковых скидок. Да, есть много. Но опять же, если думать башкой, применять при условии том, что купоны, которые до этого зарабатывать можно было, вполне пригодные скидки получаются. Прям вгрызлись в Алиэкспресс. Давайте посмотрим. Мизу Pro 6. Мизу Pro 6. Заглядываем 292 доллара. Заглядываем на GD. Тот же самый. У них со скидкой 300 баксов. И вы говорите, Алиэкспресс невыгодный. А я вам скажу. Я понимаю ваши опасения. Давайте так. Смотрите. Чтобы Алиэкспресс опять не дал заднюю, а эти скоты могут дать заднюю, я вам предлагаю зайти на это видео. Именно в день распродажи. Когда вы все-таки собрались купить какой-то смартфон. Тем более, у меня все здесь зафиксировано. Это на вечер 10 ноября. Все зафиксировано. Вы захотели какой-то купить смартфон? Просто заходите на мое видео. Опа. И по картинке посмотрели. Так, цена поменялась 11. Косячок. Все. Вот такой вот болт им покажу. Если не поменялось, то берите это адекватное. Короче, это видео будет отправной точкой для вашей распродажи. Например, Xiaomi Note 3 Pro. 159 баксов стоит он на Алиэкспресс. Давайте опять посетим наш любимый GD. Здесь 160 баксов тоже стоит. Она одинаковая, где купоны, там и берите этот Xiaomi. Но мы опять видим, что никакого завышения, какого-то предвзятого нету. Адекватная опять же цена. Huawei Honor 8 будет стоить 399 баксов на распродаже 11.11 через 15 часов. И совсем честного продавца выдвинули 445 баксов. Поэтому вот сейчас мы нашли кидалово. Наконец-таки. Но мы очень долго искали, чтобы найти гениальные слова. Давайте опять же взглянем на Xiaomi. Xiaomi Mi 5 на 3 гигабайта оперативки. 32 накопителя стоит 259 баксов. Опять заходим на GD. Здесь тоже 259 баксов. У меня такое ощущение, как будто это один и тот же продавец наваливает сразу на двух площадках. И это, кстати, возможно. Все, отметаем этих Xiaomi-стов. Разобрались с ними конкретно. Давайте перейдем еще к одной гигантской компании. OnePlus. Которая нагибает и нагибает и нагибает. Выпуская не такое огромное количество смартфонов, как Xiaomi. Но нагибает только так. Очень известная компания OnePlus. OnePlus 3 смартфон. Давайте посмотрим. 6 гигабайт оператива. 64 гигабайта накопитель. Стоит 439 баксов. Уроды. На AliExpress. На GD, к сожалению, его нету. Поэтому зайдем на Gearbest. Тот же самый пресловутый. У которого продается со скидкой 61% этот смартфон. За 490 долларов. И опять говорите. Нет, мы не видим скидок. Опять кидают. Нету никаких скидок. А то, что здесь 489, а здесь 439. Вас не смущает? Ладно, давайте это не устраивает. Давайте посмотрим смартфон OnePlus X. Который стоит на AliExpress 236 долларов. 236 долларов. Сколько он стоит на GD? На GD этот смартфон стоит 270 долларов. На 30 баксов разница. Просто опа она и есть. 30 баксов разница. Опять? Вы, наверное, не видите этой скидки. Отлично. Давайте продолжим дальше наше путешествие. Давайте. Вот смартфон BlackVue BV6000. Буквально вчера мы его разбирали. Мы нашли его на 179 баксов. Вот здесь вот на распродаже BlackVue BV6000. Защищенный смартфон. Стоит 160 баксов. И это просто, знаете, не то, что ой какой смартфон и стоит 160 баксов. Это еще одна иллюстрация, что скидки есть. Вы просто не хотите их видеть. И чтобы как-то подсластить эту пилюлю, которую вы любите. Вот напихай, напихай этим магазином. Скажи, что уроды. Давайте я вам подслащу немножко пилюлю на Banggood. На Banggood будет очень легко подсластить эту пилюлю. Смотрите, 11-11 распродажа. Все красочно упаковано. Так, все классно, молодцы. Оформили эту страницу, свой дизайн. Никаких вот этих колесо удачи нету. Молодцы. Шикарные ребята. Смотрим. Значит, по 11 баксов у них можно будет купить вот эти гаджеты. Если это реально стоит 11 баксов будет, то по-любому берите ТВ-приставку, планшет, какой бы он ни был. 11 баксов это просто копейки. Не пригодится, будете колбасу на нем резать и кофе остужать. Дальше, в общем, здесь смотреть-то, в принципе, нечего. Но, может быть, для тех, кому интересны вот такие вот какие-то коробочки, микросхемы, мышка за 5 баксов нужна, которая нахер потом развалится через 2 дня, и ты ее выгонишь в мусорку. Может быть, кому-то это интересно. Куртки есть, которые тебе придет непонятно какая. Но это же из Китая куртки, вы сами понимаете. Может, кому-то колонка за 50 баксов, интересно, которая без распродажи стоит. Может быть, посмотрите. Но, можно здесь взгляд, наверное, единственное, на чем остановить, это Xiaomi Redmi 3S Global Edition. 32 гигабайта здесь накопитель и 3 гигабайта оперативки. Но на том же самом JD, например, стоит он 132 бакса. Смотрите сами, откуда хотите заказывать. Ну, цена более-менее адекватная, это нормальная цена, 133 бакса. Короче, попрет на Алиэкспрессе, подороже стоит. Но со скидкой, возможно, у какого-то продавца будет дешевле на Алиэкспрессе. В общем, это все магазины, о которых я хотел рассказать в двух видео. Я их уместил. Сначала 4 мы разобрали, теперь мы разобрали 3 магазина. Теперь вы знаете просто о 7 магазинах. Больше вам информации не надо, потому что все остальные магазины, это очень мелкие. Там уже по любасу ничего нету. Вот эти вот 7 костяков, вот здесь вот вы и должны определиться, что же вы будете брать. Все секреты я раскрыл. Все, что узнал, я рассказал. Давайте напоследок покажу один лайфхак, который вам очень поможет на этой распродаже. Вы видели, как я зад-перед-зад-перед мыкался по этим магазинам. Там получается мониторил, мониторил, чтобы вымониторить какую-то хорошую скидку. Это очень удобно. Куча открытых окон. Ты лазишь, там подзабыл, туда-то переключился. Там не такая версия. Я вам покажу расширение Yahoo Chain, которое мы сделали с пацанами. Это расширение очень удобно. Оно устанавливается в браузер. Ссылку я оставлю в описании. Устанавливается вот такой вот глаз у вас вот здесь горит. Нажимаете вставить, найти. Вот, допустим, Huawei Honor 4C. Мы вбиваем и здесь сразу на четырех китайских интернет-магазинах и плюс-площадках сразу ищется вам то, что надо. Если вы не хотите, чтобы вам показывались еще помимо этого какие-то вот типа такого, да, зарядки, там какие-то чехлы. Просто ставьте от 100 долларов, допустим. Вот, смотрите, от 100 долларов. Вот так вот прям ввели. Применить. Все, применили мы это. И сразу по четырем магазинам мы можем видеть результаты. На Алиэкспрессе он стоит 149 баксов. На JD он стоит 164 бакса. У другого продавца на Алиэкспрессе он стоит 151 бакс. На Banggood он стоит так-то-то. На JD он так. И все магазины здесь высвечиваются. Выбрали вам нужную подходящую цену. Жмем в магазин. И переходим прям к самому продавцу. Прям вот непосредственно. Опа! И вот он. И вам пишется 149 баксов, а на распродажу будет 119 баксов. Все, вопрос решен. Огромное спасибо, что смотрели. Я вам желаю никакой неудачи, ничего. Я вам просто желаю холодной головы, здравого смысла на этой распродаже. И проворности. Потому что некоторые скидки будут разлетаться. Здесь нужна проворность. Все ссылки о том, что я говорил, будут в описании. На распродаже на смартфоны по цене нормальные тоже будут в описании. Ищите там, заходите. Ну и самое главное. Отпишитесь потом под этим видео, что же вы все-таки приобрели. Очень уж интересно. Все, давайте, красавцы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok